Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. 451 градус по Фаренгейту. В неком тоталитарном обществе история переписывается. Книги безжалостно сжигаются, их чтение преследуется по закону, чтобы граждане не думали и были счастливы. Во время очередного рейда по наводке информаторшей классеры пожарные находят невероятно большую библиотеку и служащий Гайен Монтек без любопытства оставляет одну книгу себе. Немного почитав и подружившись с Ларисой, парень начинает сомневаться в правильности в своей жизни. Превосходство 2014 года. Выдающийся исследователь в области изучения искусственного интеллекта доктор Уилл Кастер работает над созданием компьютера, который сможет собрать в себе все знания и опыт, накопленные человечеством. Достаточно спорные эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его и в то же время сделали основной целью радикальной антитехнологической группировки. Экстремисты делают все возможное, чтобы остановить его, однако в своих попытках уничтожить Уилла они добиваются обратного и становятся невольными участниками становления его абсолютного превосходства. Элизиум, рай не на Земле В 2154 году существует два класса людей. Очень богатые, живущие на чистое, созданной руками человека космической станции под названием Элизиум и остальные, живущие на перенаселенной разрушенной Земле. Она В 2013 году Теодор, одинокий писатель, покупает новую техническую разработку, операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним операционной системой возникает роман. Время Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот, богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, обречены сражаться за жизнь. Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве, с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос, кто кого? А может быть в дело вмешается третья сила? Голодные игры 2012 года Будущее Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит весь мир. Жребий участвовать в играх выпадает юный Китнис и тайно влюбленному в нее Питу. Они знакомы с детства, но теперь должны стать врагами. Ведь по нерушимому закону голодных игр победить может только один из 24 участников. Судьям не важно, кто выиграет, главное – зрелище. И на этот раз зрелище будет незабываемым. Гритация Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы, за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни. Они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут – это двигаться по орбите, в абсолютно черном пространстве, без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение. Интерцеллар 2014 года Когда засуха приводит человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь чревоточину в путешествия, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и переселить человечество на другую планету. Робот по имени Чаппи Чаппи – вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных. Он – первый робот, способный чувствовать и думать. Айна Сини Сестер В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек, родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так, девочки и появляются на людях, каждая в свой день, но однажды понедельник пропадает. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok